Сюжет о Держинском клубе, который вышел в эфир 1 декабря, вызвал общественный резонанс. Напомним, что жители Держинки обратились к нам с проблемой аварийного состояния клуба. В разговоре выяснилось, что беспокойство вызывает не только ремонт культурного учреждения. Держинцы рассказали, что мероприятий для детей организуют недостаточно, да и физическим развитием молодежи занимаются плохо. Поэтому ребятам приходится ездить на секции в Верхнеуральск. Жители просят вернуть в клуб целую ставку спортинструктора. А когда мы в Бухтаровой задали Министерству культуры, пришло письмо даже на 15-й год на район. Вот еще у меня с собой эти письма. Что миллион на район, ну как там, на мелкие вот эти вот ремонты. И денежные средства на ставку тренера по спорту лично в Держинский клуб. Полностью на ставку. У нас выясняется то 0,2, то 0,5, то вообще нету. Было такое? Было такое. Поэтому мы и начали. Однако в этой истории оказалось не все так однозначно. Нашлись люди, которые категорически не согласны с таким мнением о деятельности клуба. Вот 9 лет я здесь, Дед Мороз. Я тут и Баба Яга, и Кикимора занимаюсь с ребятишками. На Новый год мы готовимся, наряжаем. И постоянно, постоянно я сюда прихожу. Вот просто даже поиграю с детьми. Хотя у меня здесь ни вдуков, ни детей нету. Поэтому я знаю, что Надежда Владимировна работает и работает постоянно. Надежда Матыхляева устроена в клубе на 0,4 ставки художественным руководителем и на 0,4 ставки спортинструктором. Работает женщина 4 дня в неделю. С 13.30 до 9 вечера. Руководитель культурно-спортивного центра «Прометей» Галина Суспицына объяснила, что раньше действительно была полная ставка спортинструктора. Но ее не стало в связи с оптимизацией. И вот 0,4 ставки спортинструктора только в Дежинском доме культуры. Больше нет нигде. И в вашем штате 0,5. Почему? Потому что в связи с оптимизацией. Вы все это понимаете и знаете. Что все везде вы сокращали. В образовании, в здравоохранении, во всех окраслях. Ну а культура? А культура в первую очередь. 8 декабря в клубе собрались жители поселка и работники культурной сферы фаштатского поселения. Встреча состоялась с целью разъяснить в возмущенной части Дежинца, почему сложилась такая сложная ситуация. Надежда Матыхляева подготовила презентацию, где отразила достижения своих воспитанников и мероприятия, которые она проводит в Доме культуры. Надежда Владимировна рассказала, что она, как спортинструктор, ведет две секции. Настольный теннис и шашки. Занимается в одной секции 8 человек, в другой секции 9. Конечно, это немного, но это те дети, кто действительно любит этот теннис и шашки. У нас в клубе, так как я художественный руководитель, есть два кружка. Кружок вдохновения театральный и кружок веселая мастерская, где мы делаем поделки. Как по спорту мы ездили, районное мероприятие. Это город Магнитогорск, с дачи ГТО, 4 человека у нас была команда. Внутри поселения мы проводим веселые старты. И мы участвовали в хокклитических кроссах, фаштатская верста. От нашего поселения ездило 2-3 человека. Воспитанники Надежды Матыхляевой подтвердили, что занятия с ними действительно проводят. Ходить в клуб ребятам нравится. У нас здесь проходят конкурсы. На день мамы выступаем, мы занимаемся теннисом, играем в шашки. Иногда достаем маты и играем в теннис. Бегаем на улице, играем возле клуба. И иногда конкурсы. Разгорелась бурная дискуссия. Одни поддерживали Надежду Матыхляеву, другие говорили, что клуб работает нерегулярно. А если он придет, или он пункт закрытый? Да! Он сейчас придет! Вот только с нами у нас. Как ты меня ты? Вот у себя ведет. Тихо. Надежда у нас на очень хорошем счету. Она у нас самый лучший работник клубной. После Инновоисеевка. Поэтому мы очень рады, что Надежда у нас работает. Это раз. Во-вторых, ни одного сигнала в письменном виде, я имею в виду нерусным, ни одного сигнала ко мне не поступало, что Надя плохо работает. Надежда Владимировна, я претензий не имею, походы ходят, какие-то мероприятия проводят, но у меня большой вопрос про спорт, чтобы он нормальный, образованный, спорт, чтобы у них все было. Раздавцы есть хотя бы на три с половиной, может, какой-то человек согласился. А так, чтобы просто прийти и уйти побинать, это не рано мне никакой нет. Руководитель культурно-спортивного центра «Прометей» Галина Суспицына отметила, что заработная плата спортинструктора составляет три с половиной тысячи рублей. За эти деньги вряд ли квалифицированный тренер изъявит желание работать. Обсуждением ставок встреча не ограничилась. Воспользовавшись моментом, местные жители обсудили и другие темы. Встреча дала возможность, наконец, встретиться держинцам лицом к лицу и высказать все, что их волнует. Хорошо. Надежда все сегодня учтет. Вот вы и правильно сделали. Вы сейчас все скажете, что у вас наболело. Все скажете. А Надежда все это запомнит. И пусть реализует эти замечания. Замечания – это очень хорошо. Замечания – это значит рекомендации к работе. Вот давно надо было собраться. Мы со своей стороны надеемся, что этот затянувшийся на долгие годы конфликт все-таки разрешится.